что террористы также захватили дома в Афаким и в Натевоте. В нескольких населенных пунктах жители сообщали, что террористы беспрепятственно бродят среди домов. Жители кибуца Бари рассказали, что террористы заняли кибуц и подожгли дома. Есть жертвы. Подобные сообщения поступили и из кибуцов в окрестностях. На данный момент в больницу Сорока эвакуировано более 140 раненых. Из них более 20 находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии. В больнице усилены составы медицинских бригад. Операционные работают в режиме нон-стоп. Десятки раненых также были эвакуированы в другие больницы. Больница Сорока объявила, что работает на военном положении и продолжает принимать раненых. Сегодня утром Министерство здравоохранения поручило больницам Юга перейти в режим экстренной помощи и выписать пациентов, не нуждающихся в дальнейшей госпитализации. Больницам на остальной территории страны было поручено в случае необходимости подготовиться к режиму экстренной помощи. Ассоциация «Наталь» расширяет возможности линии психологической помощи для всех, кто ощущает тревогу и нуждается в поддержке. Телефон 1-800-363-363. Главарь Хамаса Исмаил Хания говорит, что организация ведет героическую битву за защиту мечети Алякса. В опубликованном им сообщении говорилось, что сионистская агрессия против мечети достигла своего апогея в последние дни, когда тысячи поселенцев, по его словам, осквернили ее. Главарь Хамаса добавил, что бои начались в Газе и продолжатся на западном берегу и за его пределами. Вслед за Исмаилом Хани один из главарей исламского джихада Мухаммад Аль-Хинди заявляет, что сегодня для них настал исторический день, когда десятки боевиков сопротивления штурмуют границу, преодолевают расстояние в десятки километров, убивают и захватывают солдат, захватывают заложников, а также военную технику. Министерство культуры и спорта объявило, что всем культурным и спортивным организациям в настоящее время запрещено проводить мероприятия, и они должны отменить все мероприятия по всей стране. Выступление Бруно Марса, которое должно было состояться сегодня вечером в Израиле, было отменено. Все покупатели билетов на шоу получат автоматический возврат средств на кредитную карту, с помощью которой была совершена покупка. После этого выпуска новостей, освещение событий на нашем открытом канале продолжает моя коллега Яна Бриксман, которой я и передаю микрофон. Мы продолжаем наш информационный эфир. Редактор которого Людмила Ермакова за операторским пультом на Афниру, микрофон Яна Брисман. И для тех, кто присоединился к нам только сейчас, я напоминаю, что с 6.30 утра израильская территория подвергается массированному обстрелу из сектора Газы. Десятки террористов проникли из сектора с воздуха, с моря и по суше в населенные пункты Израиля. И в нескольких населенных пунктах Израиля сейчас ведется перестрелка. По сообщению жителей этих населенных пунктов, несколько террористов захватили дома и захватили заложников. По сообщению палестинцев, по сообщению террористов захвачено более 35 заложников. Нет пока официальных сообщений со стороны армии обороны Израиля о ситуации с заложниками. Сколько заложников и есть ли они на самом деле. Более 100 раненых находятся в различных больницах Израиля. В больнице Сорока операции ведутся постоянно и мы следим за ходом событий. Пытаемся информировать вас в прямом эфире. И сейчас с нами Александр Римман, журналист и политический обозреватель Первого радио, житель Сдерота. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Яна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Александр, что происходит в Сдероте? Мы слышим сообщение о том, что и в городе ведутся перестрелки между террористами и силами безопасности. Да, звуки перестрелки были слышны где-то час-полтора назад. Сейчас этих звуков, крайне мере, я не слышу. Но слышны взрывы со стороны сектора газа. То есть, видимо, уже вступила в действие наша авиация. Ну, понятно, что мы все проснулись где-то в полшестого, в 6.30 утра примерно. Отстрелили уже немножко подзабытых звуков воздушной тревоги цело о дом. Отстрел был очень интенсивным, особенно в первые 3-4 часа утренних. Сейчас отстрел немножко поутих, но все равно время времени продолжается. Но, к сожалению, вот та ситуация, о которой мы живем уже 22 года, больше 22 лет, она возобновилась. Причем в большем объеме, что мы предвидели те, кто... Но такой ситуации в течение 22 лет не было, когда террористы проникают на территории израильских населенных пунктов, на территорию города. Такой ситуации не было, насколько я знаю, из истории 1948 года, с момента создания государства Израиля, войны за независимость вообще. Вои боевые действия у нас на суде велись только на территории Израиля, только тогда велись. Это, конечно, мягко говоря, неприятный сюрприз. Вот, и надеюсь, что наша армия с силой безопасности справится с этой задачей. Вот только что снова получилась сильная взрыв, если вы слышали, может быть, в эфире. Разностранные секторы газа, вот. И понятно, что эта ситуация может продлиться несколько дней. Не хотелось бы думать о неделях, но действительно происходит что-то, чего не было у нас очень давно. Вообще-то в истории государства, по-моему, никогда со временем войны нельзя есть. Есть информация о том, в каком районе ведется перестрелка? Есть информация о том, есть ли силы безопасности в самом городе? Ну, я, как вы понимаете, нахожусь у себя дома и могу только судить по сообщениям прессы. Они очень осторожны, иногда противоречивы. Но мне остается ли они в том, что перестрелки продолжаются в кегусах на территории, примыкающей к границам сектора газа. И, видимо, далеко еще они не закончены, эти операции. Тут много говорили о сухопутной операции в Газе. Так вот, сухопутная операция уже идет, только не в Газе, а на территории Израиля. И вот тут не о чем даже говорить. У нас просто только, чтобы принести войну на территорию противника. Вот, и, конечно, все это очень неприятно. И надеемся, что наши силы безопасности настолько профессиональны, что решатные задачи, как положено, в ближайшие часы. Вы беседовали, может быть, со своими соседями, со своими родственниками, которые живут в городе. Что они сообщают? Ну, странных родственников в городе мы нет. Мне звонили люди из центра страны, которые также подвергаются обстрелам. Выражали солидарность. Но, конечно, сегодня хотелось бы с утра слышать другие группы. Сегодня правильный хатура. Люди радуются торе, радуются, устраивают трапезы. К сожалению, все это под вопросом. Это все очень сильно повредило нам. Вот, поэтому у меня прямых параконтактов нет. Многих, может, так или иначе, соблюдают еще шабаты, праздники. Но я думаю, что похожие мысли и чувства у моих земляков, у моих соседей. Такие же, как те, что я высказал только что, в последние несколько минут. Вы говорите, что многие соблюдают. Продолжаются ли молитвы в синагогах? Молитва продолжается, что называется, в сокращенном объеме. Какая-то группа людей есть. Там тоже есть маманды, там тоже есть защищенные пространства. Хотя понятно, что праздник серьезно испорчен. Только на исходе праздника можно будет уже окончательно выяснить, насколько все это серьезно. Кстати, как мы знаем, на исходе праздника Симхаттора, уже как-то праздник заканчивается. Это вечером начинается, что называется, акофорч-нион, так называемые повторные огибания, то есть пляски с веткими торговами сзади синагог. И трудно предположить, что война до этого времени закончится. Тогда посмотрим, насколько все это будет реально, по примеру, такого праздника, который не было за счет истории Израиля, совершенно точно. Напряженного. Мы слышим сравнение с тем, что произошло сегодня и войной судного дня. Что вы думаете о подобных сравнениях? Ну, то, что есть некий общий знаменатель, по крайней мере один, это ясно всем, не готовный. Прежде всего, видимо, политического руководства, потому что во всех демократических странах армия подчиняется политикам, выполняет указания политиков, и, судя по тому, что мы знаем из выводов комиссии, обсуждавших, обсуждавших, выведение Голденера, может, наверное, накануне войны судного дня, вот сейчас, я подозреваю, что тоже будет создана вскоре комиссия. Как допустили, что страна, которая живет в состоянии войны с первого дня существования, вообще-то говорит, что существует создание изральживого состояния войны народной. Как допустили такую халатность, такие промашки на уровне разведки, на уровне практических действий. И вот только что вертолеты опять полетели на эту сторону, дают, так сказать, тротку с местных событий. Да, да. Вот. И я думаю, что разборки нужны не для того, чтобы кого-то наказать, кого-то поставить в угол, но чтобы такое в конце концов уже не повторялось третий раз. Знаете, что еще? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...